В окружном кардиологическом диспансере сегодня работают более 1100 сотрудников. Специалисты ежегодно проводят несколько тысяч высокотехнологичных операций с использованием самого современного оборудования. Благодаря этому Югра уже многие годы занимает лидирующие позиции в рейтинге регионов с наименьшей смертностью от болезней системы кровообращения. Статистика в 2,5 раза ниже, чем среднероссийская. Неудивительно, что достижения югорского здравоохранения в лечении и диагностике сердечно-сосудистых заболеваний занимают лидирующие позиции на федеральном уровне. О них и о тех, кто спасает жизни. Анастасия Петрова. История кардиохирургии в Югре берет отчет с 1998-го. Тогда бригада медработников окружного кардиодиспансера совершила буквально фурор. Раньше операции на открытом сердце выполнялись только в единичных центрах крупных городов. В Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени. Проведение подобных вмешательств в ХМАО стало настоящей инновацией. Мы можем сказать, что выполнили много, но оценив ситуацию, мы можем понимать, что еще впереди много работы. С внедрением новых высокотехнологичных методов диагностики, различных методов лечения, кардиохирургия чуть-чуть видоизменилась. В каком смысле? То есть стали выполняться малоинвазивные кардиохирургические операции. То есть выполняя разрез между ребрами, справа или слева, это позволило нам выполнять аортокоронарное шунтирование полное, или замену клапанов артального, метрального или трюк-куспидального. То есть нет сейчас такой агрессии, малый разрез, малая травматизация, быстрое заживление, косметичность, и пациент более быстрее возвращается к труду. Операции на сердце стали более радикальными благодаря развитию современных технологий. Теперь медицина может предложить расширенный спектр для лечения заболеваний без необходимости проведения открытых хирургических вмешательств. Это позволяет сократить период восстановления пациентов. Кроме того, одним из преимуществ таких операций является их косметический эффект. Длина разреза часто не превышает 6 сантиметров. По статистике, ежегодно в кардиоцентре проводят около 4 тысяч высокотехнологичных операций. Их число растет из года в год. Владимира Алимова экстренно госпитализировали в ОКД 6 октября из Нефтьюганска. Мужчина почувствовал боль за грудиной при физической нагрузке. Это обычно главный признак развития инфаркта миокарда или стенокардии. Пациент ранее не обращался за медпомощью, связывал свое состояние с изжогой и остеохондрозом. Начало меня в груди поддавливать. Но я подумал, что может что-то мне продуло там, что-то это. Я не придал значения. И потом все больше и больше начало это. И при движении начинается дышка. И вот я до дома, я был в магазине, с магазина вышел, и мне нужно было до дома дойти. Это приблизительно минут 15-20 в таком промежутке я дошлепал до дома. Потихоньку, потихоньку, под градом. Дошел, думаю, сейчас упаду. Мужчине потребовалась операция. Диагноз – острый инфаркт миокарда. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Мужчина чувствует себя лучше, может ходить, и его жизни ничего не угрожает. На момент госпитализации в экстренном порядке выполнена коронарографию. Выявили значимую бляшку, из-за чего случился инфаркт миокарда. В этот сосуд установили два стенда. К сожалению, инфаркт миокарда опасен тем, что могут возникнуть в жизни угрожающие нарушения ритма сердца, вплоть до летального исхода. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, проходит первый этап кардиореабилитации. Планируется на второй этап кардиореабилитации на 16 октября. Сегодня в диспансере оказывают полный спектр высокотехнологичной помощи по профилю сердечно-сосудистой хирургии, за исключением трансплантации сердца. Основной диагноз – это ишемическая болезнь сердца. То есть примерно 60-60% пациентов прооперированных – это пациенты с ишемической болезнью. На втором месте – это пациенты с нарушением ритма сердца, затем клапанные пороки. И далее идут операции приврожденных пороков сердца. Это в основном дети от 0 до 18 лет. В окружном кардиодиспансере провели мастер-сессию по имплантации окклюдеров ушка левого предсердия. Двум пациентам были успешно установлены устройства отечественного производства. Операции провели заместитель главного врача по лечебной части Илья Силин в сотрудничестве с Сергеем Артеменко, заместителем директора по научной и лечебной работе Федерального исследовательского центра фундаментальной трансляционной медицины. Оба вмешательства прошли успешно. Подобные операции теперь будут по необходимости проходить на постоянной основе без привлечения сторонних специалистов. Анастасия Петрова, Айза Алхилаева, Даниил Панков, Сургут, 24.